Вы когда-нибудь слышали фразу «Чистота – залог здоровья»? Она принадлежит Джону Уэсли. В 1778-м он указал это в своей проповеди. Но некоторые из вас никогда об этом не помнят. В сегодняшнем видео 21 вещь, которую нужно чистить чаще. Первая в этом списке – подошва вашей обуви. Вы ходили по городу. Кто знает, где вы гуляли, и тут вы приносите это в свой дом. Люди, которые поумнее, снимают обувь перед тем, как зайти в дом. Но я знаю множество домов, включая тот, где я вырос, где никто и не думал снять обувь. Друзья, возьмите за привычку снимать обувь перед входом в дом и чистить их от грязи. И когда вы приходите в чей-то дом, всегда смотрите, где можно снять обувь. Не все этого требуют, но будьте хорошим гостем и сделайте это. Далее у всех у нас есть зубная щетка. Давайте подумаем. Дважды в день мы чистим свои зубы. Большую часть времени она находится в теплой влажной среде, где на вашей зубной щетке оседают бактерии. Что вы делаете с этим ужасом? Друзья, вы можете обрабатывать ее антисептиком. Просто ополосните жидкостью для полоскания рта. Или же снимите ее и прокипятите. Далее многоразовая бутылка. Спасибо за защиту окружающей среды, но вы должны мыть ее каждый раз после каждого использования. Ведь когда вы попьете, немного воды возвращается обратно. Может даже с пищей, и это способствует росту бактерий. Далее кейс для контактных линз и жидкость для них. Каждый раз, когда вы используете линзы, вы должны освежать раствор и мыть кейс. Да, кажется, что работы многовато. Проблема в том, что раствор становится не так эффективен, что может вызвать раздражение ваших глаз. Далее раковина на кухне. Вы должны хорошо постараться, когда моете ее. Потому что вокруг раковины больше бактерий, чем в туалете. К тому же там вы готовите еду. Убедитесь, что моете раковину ежедневно. И раз тема зашла о раковине, поговорим о кухонных полотенцах. Кухонные полотенца нужно менять ежедневно. Ведь вы готовите еду и вытираете руки. Убираетесь и вытираете руки. Друзья, закиньте их в стирку. Пока мы на кухне, поговорим о мусорном ведре. После каждой смены мусорного пакета, вы должны обработать ведро дезинфицирующим спреем. Раз в неделю, вам нужно его хорошенько помыть. Ведь большинство людей о нем не думают, пока оно не завоняет. Но тогда, друзья, будет уже поздно. Поговорим о холодильнике. Раз в неделю вам нужно протирать его снаружи. Открывать его, протирать и внутри. Не нужно вытаскивать продукты из него. Мыть его нужно раз в месяц. Выбросьте все, что просрочилось. Все, что стало зеленым, хотя изначально не было зеленым, вероятно, тоже стоит выбросить. Далее поговорим о диване. На самом деле, все зависит от использования. Если вы не проводите много времени в квартире, вы не так часто на нем сидите, чистите его раз в пару месяцев. Если у вас есть дети, собака, кошка, тогда это нужно делать пару раз в неделю. Поднимайте подушки еженедельно и протирайте там. Да, иногда вы можете найти там деньги, но чаще нечто другое. И не стоит спать на диване. Поговорим о рабочем столе. Большинство парней убирает свой стол раз в месяц. Это ошибка. Многие из вас убирают его раз в неделю. Старт отсюда. Вам нужно убирать свой стол каждый день. За этим местом вы работаете, сосредоточены, где вы пьете кофе, даже где иногда обедаете. Протрите его, наведите порядок. Особенно вечером, когда вы готовитесь к следующему рабочему дню. Следующие две вещи по списку – клавиатура и мышь. Давайте признаемся, некоторые из вас никогда не чистили эти вещи. И это просто плохо. Я знаю, что многие из вас обедают или печатают за ними грязными руками. Вы все это оставляете на мышке и клавиатуре. Чистите их по крайней раз в месяц. Далее телефон. Да, исследования показали, что на нем обнаруживаются некоторые мерзкие бактерии. Просто задумайтесь. Вы готовите еду, кто-то вам звонит, и вы хватаете его, даже не вытерев руки. Протирайте его антибактериальной салфеткой раз в день или раз в неделю. Давайте поговорим об этих грязных пультах, которые находятся не только в отелях. Да, и их нужно протирать. При анализе на вирусы простуды и многие другие организмы, большинство дает положительный результат. Так что возьмите антисептические салфетки и протирайте их ежедневно. Следующие две я назову вместе. Дверные ручки и выключатели. Подумайте, когда последний раз вы их протирали? Большинство из вас и не помнит. Их нужно протирать раз в неделю. Задумайтесь, вы приходите домой и уходите, держась за дверную ручку. С выключателями также. Почему бы их не вытереть? Далее корзина для стирки. Большинство людей кладет туда чистое белье после стирки. Но задумайтесь, вы в ней держали грязную одежду всю неделю. Корзину нужно протирать дезинфицирующим средством после каждого использования. Позаботьтесь об этом. Далее банное полотенце. После третьего или каждого раза его нужно менять. Ведь большинство пользуется одним и тем же полотенцем. Да, вы вытираетесь, будучи чистым, но вы продолжаете заскребать чешуйки кожи, что способствует росту бактерий. Далее туалетный коврик. Он находится прямо на полу ванны, чтобы вы не поскользнулись и не упали. Задумайтесь, вы его когда-то меняли? У большинства ответ нет, пока он не станет зеленым, чтобы его выкинуть. Друзья, сырость и влага способствуют развитию бактерий. Сушите его раз в неделю или имейте две штуки, чтобы менять их. Пока мы еще в ванной, осмотрим душ. Протирайте душевую кабинку после каждого использования. Есть специальные спреи для обработки, чтобы избавиться от этой неприятной картины. Если вы не будете этого делать, на стенах будет появляться зеленая плесень. И затем перейдем к душевой шторке. Ее вы можете чистить раз в месяц, но можете и чаще. В зависимости от жесткости воды и материала, из которого она сделана. Она может провисеть полгода или год. Если она виниловая, после пары стирок вы обнаружите, что ее пора менять. Ну что, друзья, перейдем в спальню? Поговорим о простынях. По правилам, стирайте постельное белье раз в неделю. Просто не пододеяльник, наволочку. Все это нужно стирать раз в неделю. Не важно, считаете ли вы это грязным или нет. Да, вы можете перед сном принимать душ. Но ночью вы крутитесь, и с вас ходят чешуйки кожи. За неделю, если вы не поменяете белье, если вы не избавитесь от этой кожи, она начнет привлекать клещей. Клещи сами по себе не такая большая проблема, а вот их фекалии… Да, клещи гадят постоянно. И поговорим о подушках. Каждые полгода вам нужно стирать подушку и затем просушить ее жаром в сушилке. Потому что клещи и то, что они выделяют, может удвоить вес подушки в течение года. И поговорим о вашем матрасе. Это тот случай, когда унция профилактики стоит фунта лечения. Друзья, потратьте деньги на хороший чехол для матраса при его покупке. Ведь зачем вам иметь дело с тем, что может произойти, если у вас не будет этого чехла? Прольете ли вы вино? Если что-то с ним произойдет, вы снимите простыни. Будете оттирать всякими пятновыводителями, чтобы почистить его. Затем воспользуйтесь дезодорантом в виде соды. Дадите ему просушиться, затем пропылесосите. Друзья, все это можно предотвратить, если у вас есть хороший на матрасник. И не будем забывать о пуховом одеяле. Оно мягкое и теплое, но оно может испортиться, если вы будете стирать его слишком часто. Так что пользуйтесь пододеяльником, который защитит ваше одеяло. Даже от сопротивления с кожей. Стирайте пододеяльник раз в неделю, само одеяло стираете раз в полгода. Если вы не пользуетесь пододеяльником, тогда его нужно стирать чаще. Но если это делать, то одеяло будет сбиваться по краям. Господа, я знаю, что рассказал не все в этом видео. Я не хочу повторяться. Если вы хотите больше, зацените это видео «Плохие привычки холостика». Вещи, которые делают мужчины, которые отталкивают женщин. Там есть ряд вещей, которые нужно чаще стирать. Ссылка в описании. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть ваши комментарии. Что я упустил? Что я могу добавить, чтобы сделать это видео лучше? Дайте знать в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если вы здесь новичок, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok